Короче, думала вообще вам показывать уже, когда все будет готово. И пришлось ехать в Леруа Мерлен. Нихрена я не успела. Ночные посиделочки. Штробим, 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 штробим. Помощь пришла мама Чоли. Я записалась на реснички и записалась на то, чтобы покрасить бровки. Буду заменять приемы пищи, ничего не буду есть. Доброе утречко, мои хорошие. Начинаю новый влог. У нас сегодня супер-мега-день, в котором очень много планов. Я боюсь, что я все не успею, потому что в каждый план много времени. Но я думаю, что все успею, все сделаю. Но практика показывает, что не все успеваю. Но я надеюсь. Мне нужно снять 7 видео, но как минимум хотя бы 3. Мне нужно покрасить стены. Сейчас покажу. Все подготовили. Но я думаю, что... Ой, Деня, как всегда. Все мой постель выкинул тут, понимаете. Это хорошо. Я полы везде помыла вчера. Все поубирала. Я думаю, вот эту стену особо не трогать. Может быть, один слой и то краски сколько останется. Потому что вся эта стена будет как бы в кухне. И тут вообще ничего не будет видно. Да, вот там вот только можно чуть-чуть замазать. Не чуть-чуть даже, а как следует замазать. Вот, а так все вот эти вот... И пусть они даже останутся. Потому что когда будут устанавливать кухню вот это все, чтобы они видели, где штробить и где нет, я вот это вот замазывать с этой стороны не буду. Это, конечно, облегчение. Но мне надо замазать вот это. Мне надо замазать вот это. Мне нужно замазать вот это. Вот там вот все сделать красивушно. Ага, и еще вот здесь. А тут... А тут и нету. А как он сюда провел? А как он это сделал? Я даже не знаю. Ладно, спрошу потом. Тут, получается, ничего замазывать не надо. Только вот это вот. Так, короче. Будь здоров! Замазать, значит, вот здесь стены. Вот. Пока детишки мои... А пока мои детишки тут баловаются. Затем очень много дел у меня связанных с поездками. Мне нужно заехать в Фикс, кое-что взять, пока не разобрали. Потому что что-то я не купила, не заценила там кое-что. А, по-моему, это будет очень круто в моей кухне смотреться. И на фоне, и вообще. Надо пойти взять. Потом нужно заехать в Леруа, взять все к завтрашнему дню. А Леруа у нас находится аж в Миге. Надо заехать за продуктами, купить продукты. И что-то я еще... А, и посылку забрать нужно. Но посылка здесь недалеко. Помимо этого, мне надо привести себя в порядок, помыть голову. Вот. А вечером уже прийти, нужно оформить школу блогера. Я уже все ролики сняла, все сделала. Может быть, нюансы какие-то еще раз посмотреть. И нужно оформить, уже разобраться с этим сайтом. А я знаю, что если туда залезть, то это, короче, недолго. Вот. Ну и видосы тоже отнимают очень много времени. Короче, вот этим надо сегодня заниматься. Первым делом сейчас, пока голова грязная, да, я иду красить стены. Потому что сейчас все это будет у меня на голове. Самая большая проблема в покраске, это то, что мои детки бегают здесь. И Милка, она залазит лапами сюда, в эту краску. И я не знаю, как ее закрывать где-то. Или как. Короче, думала вообще вам показывать уже, когда все будет готово. Ну, получается, что процесс вы тоже увидите. Оказывается, нужно загрантовать еще. Я забыла, да, что грунтовка тоже отнимает время. И вот она должна высохнуть. Я не знаю, сколько она будет сохнуть. Полчаса, часик. Вообще она быстро как бы сохнет. Но вот я накрасила только. Оно еще как бы влажное. И красить нужно, когда полностью высохнет. А у меня как бы время-то по счетам. И сейчас бы хорошо голову помыть, но только я же красить должна краской. Сейчас я помою голову, начну красить краской, и все эти белые пятнышки на мне будут. И вот и думай теперь, что делать вперед. Так, ну что, покрасила одним слоем пока что стены. Здесь вообще будет реально один слой, потому что надо, чтобы видно было все это дело. Вот. И, наверное, пойду я уже купаться, потому что первый слой пусть хорошо высохнет. Пойду и скупаюсь. В принципе, я не сильно замаралась. Аккуратненько можно будет покрасить. Вот. Что-то хотела сказать. И забыла. А, вы меня еще спрашиваете, сколько мне электрика обошлась. Еще пока что ни копейки не заплатила. Сама не знаю. Та комната мне вышла где-то 7 тысяч. Одна комната. А здесь мы делаем вообще столько всего. Я уже потратила 15 тысяч. Я потратила только на вот эти вот подрозетники, провода и так далее. А сейчас мне еще нужно купить 30 розеток, помимо тех 10, 19, которых я купила. Вот. И, короче, куча всего. Провода дорогие очень. Там вот я проводов на 10 тысяч рублей почти купила в прошлый раз. Сейчас опять провода надо купить. Ну, уже не так много, но где-то тоже на 5 тысяч. Короче, все посчитаю и скажу вам потом, конечно, сколько я ему всего заплатила. И я надеюсь, что это не будет какая-то сумасшедшая цена. Ну вот. Помыла голову и думаю. Сниму я сейчас вам один из видео. Быстрый, коротенький обзорчик на второй канал одного из гаджетов. Долго искала, минут 15, наверное, искала, куда я делаю все свои батарейки и зарядки. Потому что гаджет работает от батарейки, причем не пальчиковой, мизинчиковой, которая привычна, да, а плоской таблетки такой. У меня целая упаковка где-то лежит. Я нашла одну какую-то таблетку с горем пополам засунула я куда-то, спрятала весь этот, всю корзинку с батарейками. Нашла. Нашла там одну батарейку, всовываю ее, она не работает. И получается, что, к сожалению, сейчас время как раз-таки, возможность снять, а я не сниму. Ну и ладно, и батарейки еще надо купить в фикс-прайсе, записать. Так, Нила что-то тут просит у меня. Все, сушу сейчас волосы и думаю, что мы выходим. Да, нужно выйти, все купить, чтобы я уже не переживала. А потом приехать домой и начинать, то есть снимать, продолжать красить и так далее. Еще нужно покушать, я очень голодна. Заказала кучу всего вот этого провода, кроме как в Леруа, ни в каких магазинах не могла найти. Всего лишь 4 метра. И пришлось ехать в Леруа Мерлен. Вот. Уже кучу всего она купила, много чего в багажнике лежит. В принципе, все сделали. Сейчас будем ехать домой, снимать видосы. А сил-то уже нет. И вот как. Говорят, все, ты успеешь, все, ты успеешь. Но еще другой вопрос, что это я в инстаграм сделала, пост успею я, как думаете. Одно дело успеть, может быть, по времени, а другое дело сил-то. Я реально вот сейчас походила, туда поехала, туда поехала. Десять тысяч раз вышла из машины, зашла в жару, поели. Я приехала домой, еще с малым погуляли сейчас, покатался на горке. И все, подняли домой тяжелые сумки, и я уже устала. Время полпятого. Ну, по-любому, надо снять мне видео, хоть немного, поэтому я должна собраться. Последний рывок, я сделаю это. Купила вон кучу проводов. Купила, кстати, вот в такой вот упаковке наполнитель, вот этот кошачий. Ну, мне нравится, в принципе, все прекрасно. В бутылке просто хочу попробовать, удобнее, может быть, он 175 рублей стоит. И вот, смотрите, сколько я купила. У меня всего, блин, там 84 розетки, представляю. Нет, 84 отверстия. Вот это вот я сейчас докупила розеток, там 30 с чем-то штук. Рамки там, все дела, все, чтобы красиво было. Короче говоря, нихрена я не успела. И это тот момент, не то, что не успела, а все. Я перетрудилась там на улице, и я пришла домой. И вот этот вот, и вот этот вот сына, и вот это вот все вокруг. И просто у меня такая апатия бабахнула, и все, я не хочу ничего снимать, я не хочу ничего делать, я не хочу ни на чем сосредотачиваться. Потому что Деньки сходит с ума, он бесится, прыгает, за ним нужен глаз да глаз. И он начинает меня отвлекать, куда бы я ни пошла, они все за мной. Они теперь не один за мной, теперь они вдвоем за мной ходят с милой. И, короче, одна мяукает, другой прыгает, и, короче, покоя никакого нет. И чтобы я не нервничала, я просто решила сесть. Вы понимаете, да? Я просто решила сесть, лечь, блин, включить сериал, все. Ночные посиделочки. Сейчас я покушала соус. И, девочки, я накупила так много вот этого десерта настоящего, вот это вот панчо заливной какой-то. И на самом деле очень много, я ем только одна, и вообще-то по-хорошему надо завязывать. И у меня еще скоро диету, там собираюсь очищение делать. Ну, короче, я это накупила, мне надо съесть. У меня один Наполеон кусочек, остался такой десертик маленький. И вот целый торт, блин, купила. Ну, вот смотрю сериал и ем на ночь, уже толстая. Короче, съела чу-чуточку, как видите. Ну, что-то не особо он мне понравился. На панчо, видите, это панчо заливной вот написано, да? На панчо, который вот я в Москве первый раз попробовала. Оно было намного вкуснее и круче, и тот вкус я не забуду. А это уже все какие-то подобия жалкие. Ну, короче, мне он не понравился, и походу, если мне никто не поможет до 24-го числа, у вас есть мама, там, не знаю, может, кто в гости придет, придется его выкинуть. Ой, мои хорошие, что, вот здесь я вам видео только что сняла. Я не помню, жаловалась я сегодня или нет. Вам сюда, во блог. Что, честно, честно, если бы я знала бы, хотя я не знаю, не могу так говорить, если бы я знала, но второй раз без прям резкой необходимости я, мне кажется, не пойду больше второй раз на такое, чтобы делать электрику в доме, в котором ты живешь. И делать вообще какие-либо грязные работы. Вот, что касается санузла, туалета. Санузел, это есть туалет, да? То есть санузла, ванны, штукатурки, попелки, электрика. Вот эти все моменты нужно делать до того, как ты вселишься. Ну, у меня просто не было. У меня такая ситуация была, что, возможно, я бы, конечно, и повторила это второй раз, но когда ты один раз уже с этим сталкиваешься, когда ты просто-просто находишься вот в этих условиях, я думала, будет получше. Я не ожидала, что будет вот прямо именно так, что меня будет крыть. И, короче, я Даньку уложила, и просто сил-то я ничего не делаю, а силы-то ремонт забирают. Реально ничего не делаю, просто сижу дома. От безделья, девочки, я устаю в 10 раз больше, чем если бы я что-то делала. Ужас просто. Я сняла сейчас видео. Хотите, покажу. Уже электрика почти готова, все чуть-чуть завтра еще поштрабят. Там чуть-чуть осталось. Сейчас. Я тогда показываю себе, что это такое. Вот так, вот в основном отсюда, видите, идут провода у нас, потому что там много всего. Вот-вот-вот, все-все-все от всех комнат. Вот, все сюда, все сюда. Вот там вот подзамажется все еще здесь, поштрабится для роутера. И вот это все приведется к счетчику. Вот. Уже финишная прямая. Завтра до 12 он, наверное, поштрабит, все это поделает еще. А потом с 12 он отключит свет и будет все подсоединять. И вот грязные работы такие уже будут завершены. А послезавтра придет, розетки все подключат уже именно, ну, чтобы вместо дырок были розетки, да. Вот это все повыдирает. Я пока буду замазывать все это дело. Вот. В общем, вот такой вот. Вот такая красота. Вся новая проводка. Абсолютно все везде как надо. Отдельно холодильник. Если вдруг мы уедем, например, да, то мы все можем выключить, а холодильник оставить. То есть на какие-то вот конкретные идут, короче, отдельные выключатели. То есть в счетке можно выключить что-то и все. Вот. Короче, такие дела. Я очень устала. Опять же, устала. Я просто поняла, что мне очень сложно находиться, а с посторонним человеком в доме так много часов в день, да. То есть мы как бы особо не там, ну, мало пересекаемся, да. То есть человек работает и работает сам у себя. Но все равно я не могу расслабиться, потому что в доме посторонний человек. Это раз. Второй момент. Это звуки, жужжание. Потому что постоянно штробим, 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 штробим. Сегодня у меня вообще двойное штробление было. Даже и вчера было, потому что штробит у нас здесь и соседи наверху еще штробят. Короче, одни перестают, другие начинают и вот так вот по кругу. То есть это звуки. У меня и мелко шугается, но уже попривыкают они, да. И малой не может находиться один где-то, если штробят здесь рядом, а я в другой комнате. Я должна с ним все время находиться. Он начинает что-таки пешевать. Третий момент. Наверное, он даже самый-самый главный. Это грязь. Это пыль, которая летит. Хотя у меня электрик с пылесосом работает. Тем не менее, это столько грязи здесь. Я не знаю, я мою полы и мою, и мою. И все равно они, короче, грязные. И она уже везде просащилась. Эта пылюка. Я хочу сказать, что все это закончилось. Я хочу вымыть, выдрать. Просто все-все-все-все-все-все пыль повытирать. Ее просто невозможно. Вот я вечером все вымываю, когда уходит он, да. И все равно я чувствую все пыльно. А в следующий день по новой. И, короче, этот рэш вообще вот эта пыль убивает. Плюс я не могу никуда уйти, потому что я живу уже в этой квартире. Естественно, здесь у меня какие-то цены, вещи, мои вещи и так далее. И я не могу оставить здесь постороннего человека одного, да, уйти. Поэтому мы с малым здесь. А так как малой целый день дома и еще в этих всех условиях, что в комнате у нас там полный завал, то есть там даже не побегать, нигде ничего не поделать, да, неудобно очень все. Из-за этого он бесится, сходит с ума. И меня сводит с ума. И, соответственно, я ничего не могу делать. Я не могу снимать ничего. Это из-за шума, из-за грязи, из-за того, что малыш бесится. И, короче, просто в раз, вот все, куда ни ткни, вот это камень преткновения, вот это электрика. И все, и мне надо терпеть. И вот я терплю. И вечером мы выходим гулять, и, соответственно, у меня просто сил ноль от того, что я просто целый день какая-то... Ну, это трэш. Лучше бы я работала просто. Работала бы, снимала, что-то бежала, куда-то ехала, что-нибудь потаскала бы тяжелое. Но только не сидеть вот так вот тупо и не сходить с ума. Честно, я не знала, что это так сильно меня будет выбивать. Я настолько внутри все в бешенстве в этот момент. Еле держу себя в руках. Вот, поэтому сейчас я думаю еще одно видео коротенькое снять на второй канал, протестировать гаджет один. И пойду спать. Всем доброе утро. На помощь пришла мама Чоли. Дэнни возмущается. Я сейчас быстренько бегу, меняю выключатель на розетку. И там еще костюм надо докупить рамки. Гипса еще купить. И все. И возвращаюсь, потом завтракаем, забираем алого, и мы идем гулять. Мама остается. А пока что мама с Дэнни помучается. Получается. Так, ну что? Один глаз закрыт, потому что солнце фигачит. Мамочка, моя супер мамочка, пришла мне на помощь, на спасение. И у нас есть возможность выйти с Дэнкой, да? Да. Модный пацан в очках. Часов не хватает, да? Да. Часы надо купить. Что-то я нигде не могу найти. Короче, поделала уже все дела. Осталось заехать в Ленту. У меня закончилось соевое молоко моё. Ломтики молочные у нас закончились. Хлеб. В общем, сейчас по мелочи что-нибудь возьму. Потому что кухни нет. И прям вообще так некомфортно дома. Зайки мои, ну что, доброе утро. Сегодня я с вами ещё не здоровалась. Сегодня последний день электрики. Я успешно свалила из дома. У меня уважительная причина. Я записалась на реснички. И записалась на то, чтобы покрасить бровки. Оказывается, на моём районе есть интересный мастер. И я подумала, что мне удобнее даже сюда будет ездить. Мне на районе. И заодно попробую нового мастера. Вот. Так что реснички, бровки будут. Кстати, спрошу у неё, убирает ли она ещё усики. Усы мои. Пора тоже привести себя в порядок. Я уже молчу о ногтях. Вот. Ну, ногти, наверное, сама дома сделаю. Хотела сегодня ночью сделать, но не получилось. Хочу уже скорее, чтобы электрик всё закончил. Вот. Сегодня день счастья. Сейчас мама дома у меня с малым. И электрик там розетки доделывает. Всё домазывает. Всё, в общем, доделает. И сегодня уже расплата идёт. Расплата. Вот. И потом в конце всё посчитаю. Скажу вам, сколько получилось. А сейчас идём наводить красоту. Ту-ду-ду-ду-ду. Сегодня я, кстати, вся такая в синем. Вот. Вся в синем. Мне сегодня нравится мой образ. Очень. Помчали. Так, ну что, заходим. Смотрите, новый кабинет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как мне нравится. Я так люблю эти, кстати. Вот такой цвет. Мне нравится. Всё беленькое. Всё чистенькое. Ложитесь, пожалуйста. Отлично. Ну что, мои хорошие кружечки. Посмотрите на меня. Мне сделали всё. Я решила бровки сделать потемнее. Ну, они смоются всё равно через парочку дней. Тем более у меня фотосессия послезавтра. Хорошо бы, чтобы бровки уже были, пожалуйста, вам яркие. Реснички. Сделала двоечка. Но толщина 0,7 сделали. И сгиб мой любимый элька. Мне кажется, очень клёво. Прям класс. Я пересматривала вчера свои видосы, где у меня сделаны реснички. Думаю, какая прелесть, какая прелесть. И ещё я смотрела, где у меня офигенный классный блонд. Прям от корня. И я думаю, блин, в блонд что ли покрасится. Ну, пока не буду, пока не буду. Короче, мне всё нравится. И ещё усики убрала. Мне всё. Очень удобно, что всё в одном салоне. То есть мастер на все руки, как говорится. И, кстати, кому интересно, на районе, на Сельмаше у нас, да, есть. Очень чистенькая студия, очень суперская. А, я здесь даже снимала. Увидите. Мне прям всё понравилось. Замечательно. И очень удобно, что это вот у меня недалеко от дома даже. Поэтому, если кому-то интересно и кто будет спрашивать, ссылочку я могу оставить на инстаграм мастера. Заходите, смотрите. Кстати, там весь прейскурант. Можно не спрашивать у мастера, сколько чего стоит. Всё написано. Это очень удобно. А сейчас я приехала на почту. И пойду отправлю посылку со своего магазина. Мне девочка заказала три костюма. Ой, всё, мои хорошие. Электрика отправили. Посмотри, балутся со светом. Дэн! Идём сейчас кататься. В общем, электрика проводили только что. Теперь надо мне всё замазать, всё заделать. Ну, покажу вам краешки, да? Всё вот это надо мне закрасить. Точнее, не замазать, он всё замазал. Всё надо покрасить. Всё это и будет красота. Я вам потом уже всё покажу, когда всё поубираю, всё покрашу. Я безумно довольна, на самом деле, всем. И рада, что именно этот электрик теперь будет контролировать весь свет. Во-первых, он всё здесь сделал и знает. То есть он поменял всю проводку здесь. И знает всё, как у меня здесь. Я чуть что где-то звоню, говорю, лев, так, у нас вот там вот что, вот там вот это. Всё знает, всё у него на контроле. Плюс мне понравилось, на самом деле, как он работает. Он реально не ест, не пьёт. Вообще ни на что время не тратит, только на свою работу. Он приходит с утра, чем раньше, тем лучше для него. То есть хоть в 6 часов, хоть в 7 может прийти, начать работу и просто нон-стопом делать свою работу. Я вообще такого, честно говоря, вот особенно долгоиграющие такие работы, ни от одного рабочего вот так не видела, чтобы они реально приходили. И вот это перекуров никаких нету, понимаете? Он, походу, не курит даже. И просто работа нон-стоп. Я безумно рада, что его нашла. Мне его посоветовали. И я его тоже всем советую. Поэтому, и я, кстати, сегодня узнала, у него, оказывается, еще страничка в Инстаграм. Ну, он её не раскручивает, но там есть свои работы какие-то. Вот. Я вам оставлю. Если кому-то нужен электрик вообще по городу Ростова-на-Дону, ну, вот хороший электрик, молодой, приятный мужчина, вот. Я вам прям рекомендую. Так, а обошлось мне сколько всё это? Это я скажу. Мы сейчас с малым погуляем, и я всё посчитаю. Я посчитаю прям всю квартиру вам, да? Ну, как бы я отдельно скажу, сколько я сейчас. А, ну что, отдельно я скажу. Я заплатила, лично ему заплатила 40 тысяч за вот эту вот всю работу, да? А помимо этого я еще покупала провода на там 1,6,5, 3,5. Короче, 1015, а нет, еще розетки. Короче, 1020 я потратила на провода-розетки. Розетки, вот, эти розетки-провода у меня фирмы Le Grand, вот. Да и не надо так делать, пожалуйста, котик, пожалуйста. Потом реле напряжения 3 тысячи стоит. Ну, то есть, понимаете, да, уже вот такие вот крупные моменты. Плюс вот провода очень много, они тоже стоят, весят, тяжелые. Вот, и, короче, работа 40 тысяч, это всё 20 тысяч. А в той комнате, помню, тоже я покупала всё, тоже где-то я купила всё на 10-15 тысяч. Как раз-таки вот этот щиток я покупала. 10-15 тысяч где-то вышло тогда. И провода тоже покупала, и розетки. Ну, где-то так, 10-15 тысяч. И за работу я ему заплатила... О, блин. Короче, я долго вспоминаю, то ли 4 тысячи, то ли 7. Он говорит, вроде 4, а я говорю, вроде 7. Короче, ну, что-то между. Ну, считаем, 20 тысяч ушло на ту комнату, да, с материалами, да. И 60 тысяч ушло на эту, с материалами. Ну, получается 60 и 20. 80 тысяч всё вместе мне тут обошлось. Где-то так. Всё, идём гулять, чуть-чуть осталось. Привет, мои хорошие. Доброе утро. Сегодня необычный день. Не только тем, что электрику закончили. Я сегодня буду красить, мазать и радовать свой глаз. Хоть, чтобы порадовался. Вчера ещё я получила, смотрите, что. Вот такая вот диета на соках. И я буду 3 дня. Это мне вчера прислали. Это на день у меня идёт, я так понимаю. Буду заменять приёмы пищи. Ничего не буду есть. Я вам говорила, да, что я хочу чуть-чуть схуднуть. Ну, как схуднуть? Во-первых, кожа не очень хорошая. Схуднуть сильно я не хочу. У меня сейчас 56 килограмм. Но максимум мне 2 килограмма скинуть будет замечательно. У меня вот животик, например. Видите? Видите? Я не хочу, чтобы он ушёл. Обычно, когда я ем, я вся худая. Вы не увидите это по лицу, по моим рукам, когда мне говорят, ручки как прутики. Ну да, у меня мама такая, она вся худенькая в целом. А у нас проблемная зона – это живот. Сначала растёт живот, потом прибавляется попа. А руки-ноги, они всегда остаются худыми. Естественно, когда я ложусь, а животик мой лишь рядом, мне это не очень нравится. Плюс качество кожи. Я чувствую, что вот сейчас лето, да, и я там одеваю какие-то шортики, там эту пубу передавливает, блин. Ну, некрасиво. Её надо подкачать, её надо немножко подсушить, как бы вот такое всё, да. А я, короче, взяла на три дня. То есть три дня. Вот завтра мне ещё пришлют, и послезавтра пришлют. Как бы три дня такой процесс очищения будет. Я хочу немного улучшить качество кожи, и думаю, что, ну, исходную немножко, может, те же два килограмма сброшу. Посмотрим. Сегодня взвесилось ровно 56 килограмм. Состав пока что я не знаю, какой тут состав. Кстати, попросила написать мне составы, но здесь вот так есть номер один. То есть это лучше на завтрак. Хранятся они в холодильнике 72 часа. 100% сок, без консервантов, сахар, воды. Вот, делают сами, я так понимаю. И вот буду заменять. Первая у меня оранжевая, тут скорее больше цитруса какого-то, да, идёт. Вторая, вот я уже не знаю, что здесь. Такой какой-то цвет. Может, яблоко или ещё что-то. Короче, тут с овощами и фруктами, я так понимаю, намешано всё. Короче, сегодня я ещё не только работаю, но ещё и не ем. Посмотрим. Не знаю, я в сторисы выкладываю всё там. Вот, но отзыв точно я и здесь скажу, как я себя чувствую и чё. О чём мне ещё во влоге-то снимать? Если я буду чувствовать себя плохо, я вам об этом скажу. Прямо здесь. Так, всё, я просыпаюсь, я выпила немножко воды сейчас. Вот это взвесилось, сфотографировалось. Хотя, я думаю, внешне можно даже особо ничего не изменить. Худая, естественно. Вот. Сейчас я начну пить сок. Он должен меня взбодрить. Вообще, я читала где-то, что вообще апельсиновый сок и цитрусы, они подряд не хуже того же кофе и матчи и так далее. Так что, что-то у меня здесь такое есть, по-моему. Здесь взболтаю и попробую. Так, ну апельсин я здесь точно чувствую. Возможно, это один апельсин вообще. Возможно, ещё что-то. Но вкусно. Вкусненько, прохладненько. Мне нравится. Что? С мякатью. Так, ну что, красила я сегодня. Приехал ко мне человек, который интернет подключает. Обжал провода. Вот. Короче, пью сок. Время пришло. Время сейчас. Время пришло. Время сколько? Пол пятого уже. Так быстро время летит? Офигеть. Я беру третий сок. И тут щавель у нас, девочки, входит. Вот это мне вкус интересный. Пахнет огурцом. Приятный, кстати. Здесь у нас огурец, щавель, груша и виноград. Вкусно. Мне кажется, по приколу даже, знаете, что? Заказывать вот такие соки. Ну, не обязательно, чтобы прям на соках всё, да? То есть вот это сейчас для токс идёт там такой, да? На соках сидеть. Но мне просто по приколу, что у меня вот такие соки есть. И что я их пью. Кстати, воду надо пить ещё. А я что-то мало воды. Надо набрать. Ой, зайчики мои. Короче. Что вам показать? Ну, покажу. В принципе, почти всё замазала. Почти уже ничего нигде не видно. Сейчас уже вечер у нас. Ну вот, видите? Там не смотрите. У меня сейчас стирка идёт. Сейчас видео снимала. Здесь уже ничего не видно. Замазала три слоя. Тут тоже. Тут, 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 тут. Вот там чуть-чуть видно. Ещё нужно слой сделать. Вот. Здесь мне пообжали. Видите? Все. Вот я подписала, кстати, вот таким образом. Кухня-телек, кухня-интернет, детская-интернет, детская-телек. Короче, у меня чуть ли не по два интернета. По два интернета в каждой комнате, да. Под телевизор и под компьютер, который когда-нибудь будет, да. Там или телевизор, который, например, детская, там когда-нибудь будет здесь. А в спальне у меня только под компьютер. Я что-то протупила. Хотя в спальне, возможно, наоборот, мы будем телек смотреть, да. Что-нибудь, фильмы какие-нибудь. Но там только антенна у меня. Я не продумала этот момент, что под интернет тоже. Ну, если будет смарт-тв, то, в принципе, по Wi-Fi прекрасно работает. Просто я так решила сделать, чтобы, ну, соединение было лучше, например, да. Вот. Всё. Здесь будут натяжные потолки, к чему я готовлюсь сейчас. Я просто хочу завершить видео, потому что у меня просто нет видео для вас на завтра. Я сейчас сяду его монтировать, чтобы вы могли утром посмотреть видео. Что влог такой, я не знаю, сколько я там наснимала. Возможно, он будет коротенький. А возможно, я уже много наснимала. Я обычно за этим не слежу, чисто интуитивно так. Но мне почему-то кажется, что меньше обычного наснимала. Вот. И что сейчас? Я не могу позвать потолочников. Почему? Потому что потолочники должны мне сделать закладную. Вот здесь. Я хочу большой шкаф-купе угловой такой, да, здесь сделать, чтобы он как мини-гардеробная даже был. И я хочу, чтобы это было всё в потолок дело. Не так, как там я выбрала шкаф. Вот это не хочу. Шкаф могут сделать тоже шкаф, но я не хочу. Я хочу сделать прямо под потолок. Для этого потолочники должны сделать закладную. Но чтобы они сделали закладную, я так понимаю, я должна уже знать, какой у меня будет гардероб. Я точно должна знать, какой у меня будет, где будет он начинаться. Отсюда или отсюда. Что будет здесь или ничего не будет. Что будет там или ничего не будет. То есть я понимаю, что мне опять нужно заморочиться с этой гардеробной. И как бы я её могу сейчас не заказывать. Я её тоже думаю сейчас заказать там же, где и кухня. Вот. Но я могу её спроектировать, чтобы я уже понимала, какая она хотя бы будет у меня. Это гардеробная здесь. Вот. И у меня куча нюансов. То есть по идее мне этот человек, который проектирует гардеробную, он мне говорит, скиньте мне ваши размеры. Вот. И я вам скажу, какую делать закладную там размером и так далее. Но мне кажется, я всё равно должна, наверное, все нюансы узнать. Милки сегодня лапы мыла. Она, кстати, не брыкалась. Чистые лапы у неё теперь, да? Хотя чё, они грязные и не были-то. Короче, вот для меня это ещё один геморрой. Потому что я не нашла, по-моему, ещё ни одной гардеробной, даже в интернете, которая бы мне понравилась. Угловая. У меня ещё нестандартный размер. У меня вот здесь на стене метр пятьдесят семь, а здесь два десять свободных с другой стороны. Поэтому она не будет пропорционально такая треугольная, угловая. Она будет немного такая, как бы, скошенная, видимо. Не знаю. Короче, мне все нюансы нужно спросить, всё узнать. Завтра поеду. Завтра у меня ещё фотосессия. Опять же, вот эта гардеробная. Опять же, чуть докрасить надо. Короче, опять планов на завтра много. Вот. Соки. Соки, да. Сегодня я пью соки. И нормально, кстати. Я сейчас четвёртый пью, и то я его там отпила чуть-чуть, а у меня ещё пятый. И мне уже сегодня привезли ещё партию пяти. Так что, мне кажется, я сегодня даже все эти пять литров и не выпью. А вечерком у меня кружилась немножко голова. Не то, что кружилась голова, ну, как бы, чуть-чуть болела. Это, как бы, нормальные такие, нормальные эффекты, я так поняла. Я уже читала просто отзывы в куче, что у кого-то там болит голова, это нормально, типа. Но она так не сильно у меня поболела, чуть-чуть какое-то я почувствовала ощущение. И вот, когда гулять с малым пошла, меня немножко повело, так, знаете, в плане, ну, да, чуть-чуть закружилась голова. Я такая села, как бы, и успокоилась, да. Ну, поднялась, выпила сока опять, и как-то всё нормально. И воду я не могу столько воды, блин, пить. Я выпила утром воды, там, полстаканчика, и всё, я целый день не пью воду, для меня этих соков не так. А это, конечно, плохо, надо два литра воды пить ещё. Ну, посмотрим. Сегодня я вообще отлично, я сок на ночь выпью, и прям буду кайфовать, что я не бутеры на ночь жиру. Завтра ещё мамка ко мне приедет, вот, отпустит меня на фотосессию и гардеробную заказывает. Короче, вот такие дела. Вечером вот так я решила вам рассказать о моей насущной проблеме, да. А так, в принципе, грязные работы все завершились. Я просто сейчас ещё не убираю вот эти вот подстилки, я их так сложила, да, немножко вытрянула полы здесь. А подстилочки вот эти не выбрасываю, потому что я ещё там завтра где-то что-то подмажу. Вот, а потом уже всё сложу. Да ещё и после потолочников мне тоже, наверное, придётся уже окончательно, когда потолки сделают, я ещё раз пройдусь. Я так ещё пятна какие-то вижу здесь, надо подзамазать. Вот, короче, геморрой. Геморрой, но главное, что всё идёт к завершению. Я уже снова хочу в кухню ходить нормально и в спальню свою нормально, где ничего не наставлено. Это невозможно сейчас там ходить, если честно. Вот. Кстати, здесь ещё говорю, напишите про мои бровки, как вам, хорошо ли мне с тёмненькими. В инстаграме я сделала фотографию, в инстаграме я сделала пост, фотку, и все прям просто меня так закомплиментировали, что я прям чувствую себя королевой просто. Вот. Но мне нравятся бровки тёмные, даже не хочу, чтобы они смывались. Вот такие дела. Всё, мои хорошие, пошла я для вас монтировать видео, стирку запустила, слышите? Надоело мне полы мыть, тут вымывать их каждый день, не просто помыть, там протереть пылюшку, да, а вымывать, потому что здесь то там посыпалось, то сям посыпалось, устала. Вот. Короче, а так всё хорошо, всё замечательно, погода огонь, жарко. В общем, пошла я спать, точнее, монтировать вам видео, а потом сериал смотреть, а потом спать. Люблю, целую, увидимся в следующем видео. У меня на самом деле есть очень много, что для вас снять, просто целый список. Но я хочу это снимать в комфортном настроении, на красивом фоне. Вот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok